Микробиология 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 Наука, которая изучает крохотные живые организмы Как вы думаете Какие именно это организмы Есть какие-то идеи? Микробы Бактерии Вирусы Немного спорно Правильно Вы правы, да, конечно, бактерии Но, к сожалению, существует такой стереотип, что Микробиология изучает только бактерии Но я хочу сразу вас заверить, что это Большое заблуждение Микробиология изучает бактерии Микроскопические грибы Микроскопические водоросли Археи, протеи И некоторые ученые Также включают в этот список Вирусы, но вопрос этот Очень спорный До сих пор Дискуссии Поэтому В нашей стране принято, что Вирусы изучают вирусологию Не будем забирать у вирусологов и хлеб Все это Называется одним словом Микроорганизм Что важно понимать Микроорганизмы Они везде Вот действительно везде На нас На растениях В почве, в воздухе, в воде Труднее будет сказать, где они не обитают Но, как и все живое Микроорганизмы не могут существовать Не оставляя следов своей жизнедеятельности Как пример Приведу Выщелачивание Металлов из горных пород Ну, бактерии У них есть способность Образно говоря Добывать металлы Из руд С помощью сложных Специфических Биохимических процессов Представьте В вашем пещере На стене На однотонной Год за годом Появляется Все больше и больше Вот таких вот Красных и бирюзовых Краплений Ну, уверена Вы бы удивились Поэтому логично предположить Что человек Будучи уже разумным Ну, не таким разумным Как мы с вами Но уже догадывался Что вокруг него Есть отличные от него организмы Они не были еще видны его взору Но он уже понимал Что они существуют Назовем это интуитивным пониманием У микроорганизма И вот так интуитивно Люди понимали Что не стоит скрывать кровницы С давно умершими людьми Обрекаешь себя На страшные последствия Вспомним, например Тоже Проклятие фараона И, собственно Они были правы Ведь трупная плесень Способна вызывать Различные степени Тяжести заболевания Вплоть до Ретального исхода Ну, или более Жизнерадостный пример Брожение Еще На зарез Нашей эры Человек сделал Одно Крайне важное Открытие Сок Оставленный в сосуде На длительное время Мутнеет Пенится И приобретает Приятные Дурманищи Свойства Это открытие Сразу же Стало активно Использоваться Для приготовления Особых продуктов Многие такие Открытия Были совершены Абсолютно случайно Например Древнеегипетский Рак Который Готовил тесто Совершил Плошность И оно Прокисло Но, чтобы избежать Наказание Он все-таки Решил испечить Лепешки из него И на удивление Они получились Гораздо пышнее И вкуснее Тех, которые Были приготовлены Из обычного Пресного Теста А в Древней Греции Существовал Миф Который Объяснял Появление Сырост В плодородной Плесенье Согласно легенде Сама Артемида Богиня охоты И плодородия Обучила людей Как и богов Приготовлению Этого продукта Существует еще Немало легенд Историй Мифов О появлении Изобретений Рецептов Всевозможных Яств Но, так или иначе Человечество Не остановилось На достигнутом И уже Спустя пару веков Было налажено Стабильное производство На основе Микроорганизмов Различные Вина Сорты Пива Сырые Хлебобулочные Изделия Кисломолочная Экономика многих Стран развивалась Благодаря Торговле Этими товарами Кто из нас Например не знает Про Испанский Херес Немецкий Дорблю Или Бельгийское пиво Хугардер Семьсот лет В следующем году будет Семьсот лет Но Георги до сих пор Славятся Своей Эксклюзивной Как следствие Крайне дорогой Продукцией И К сожалению В тот момент Люди все еще Не понимали Что же Именно Приносит им Такую пиву Что же дальше А дальше Среди XVII века Антони Ван Ван Беллингук Изобретает Бактерии Интересовали Ученых Только С С С С С С Медицины Это легко Объяснить Мир еще Помнил Последствия вспышки Бубонной чумы Как уже Зависла угроза Новых эпидемий Оспы Холеры Туберкулеза И Тифа Важно было Не просто понять Источник болезни Но и принцип его действия И конечно же Как с ним бороться Поэтому Хоть этот период И стал Зарем микробиологии Но Разведений И направлений По ее использованию Было еще Крайне немного Шло время На смену Описательному Мифологическому Изучению Микроорганизмов Пришло и Физиологическое Изучение Основанное На точном Эксперименте Этот период Связан с Трудами Таких великих Ученых Как Успехи Микробиологии В середине 19 века Привели К Обнаружению И описанию Колоссального Вида Микроорганизмов Кроме того С начала 20 века Продолжается Разделение Микробиологии От нее Отпочковываются Целые Новые Дисциплины Вирусология Которая изучает Вирусы И микология Которая изучает Грибы Выделяются Новые направления Создатели Связанные С различными Задачами Появляются Общая Техническая Санитарная Медицинская Промышленная Сельскохозяйственная Микробиология И вот 21 век 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 огромных возможностей Наука Ни дня не стоит На месте И Все знания Накопленные нами За много веков Они Они Приумножаются В разы Люди Научились Как Защищаться От вреда Которые могут Принести Микроорганизмы И использовать Их потенциал во благо Причем во всевозможных Отраслях Нашей жизни В пищевой промышленности Уже упоминаемой Ранее Наверное Сложно будет Выделить что-то Сверхъестественно новое Разве что Живые закваски Которые Появились В наших Магазинах Которые помогают Нам приготовить Натуральные йогурты Кефиры Без добавления Консервантов Или Искусственных красителей И прочего В этой отрасли Скорее Было освоено Больше способов Предотвращать Появление Патогенов Это те организмы Которые опасны Для нашего здоровья А также Увеличить Срок хранения продуктов Микробиологическая Промышленность Практически Неразрывно Связана С биотехнологией Биотехнологии Уже настолько Вошли В нашу жизнь Что мы Вряд ли представим Ее без них Современные Биотехнологии Позволяют Производить Ферменты Гормоны Витамины Органические Кислоты Антибактериальные Лекарственные Препараты И все это На микробиологическое Слое Это Открывает Широкий спектр Возможностей Ведь Столько из Дрожжевых И бактериальных Ферментов Изгодавливаются Такие Проферменты Как Зубные пасты Пятновыводители Ранозаживляющие Препараты Ткани Приготовляются Сыры Пиво Сорт Разные Колбасы Соки И так Тому Подобное Сельское Хозяйство Не достигло бы Такой Продуктивности Не будет Создано Специфических Удобрений И пестицидов На основе Бактерий А также Микробиологических Препаратов Кроме того Бактерии Способствуют Заведению Новых сортов Растений Силос Это Высококачественный Сочный Корм для животных Которые имеют Высокую кормовую ценность Кроме того Для борьбы С патогенами Все чаще Используются Пробиотики Ну и Что касаемо Медицины То думаю Рассказом про антибиотики Сейчас Вряд ли Кого можно удивить Хотя К сожалению Многие до сих пор Продолжают лечить Антибиотиками Вирусные заболевания Но Запомните Антибиотики Враги бактерий Не вирусов То ли дело Пробиотики Про них Знают Не так много Но Говорят все чаще И чаще Так Что же это за Покемон Пробиотики Это Безопасные Для человека Микроорганизмы Которые способны Восстановить Нормальную Микрофлору органам И так же Губительно воздействовать На болезнетворные Бактерии Если Проще Вы Приняли Антибиотик И Он Убил Все Вредоносные Бактерии Вместе с ними Чтобы Присутствовали Там В норме Вы приняли Пробиотик И Опустевшие место Заняли Те бактерии Которые Нам Нужны Перейдем К другой отрасли Как я уже говорила Раньше Бактерии Могут добывать Металлы Из горных пород Этот процесс Называется Выщелачивание Такой способ Имеет Огромный ряд преимуществ В сравнении с традиционным Во-первых Он гораздо дешевле Ведь не нужно Тратиться на дорогостоящего Оборудования Плюс С помощью бактериального Выщелачивания Можно обойти Такой сложный И дорогостоящий Процесс как Бактерии Сделают все сами Во-вторых Способ этот Более Прибыльный Ведь можно Добыть Гораздо Бактерии Способны Добывать Материал Даже На заброшенных И старых Шахтах Где казалось бы Уже все Давным-давно Добыто Что же Можно добывать Таким способом Уголь Цинк Медь Кобаль Сульфиды Одни микроорганизмы Напортачили Другие Все исправили И все очистили Вообще Роль микроорганизмов В очистке Окружающей среды Сложно переоценить Очистить Воздух От Тяжелых Металлов Или Промышленных Загрязнений Пожалуйста Уже Созданы Специальные Фильтры С поселениями Бактерий На них И Такие Фильтры Способны Очистить Воздуха За довольно Короткий Период Время Также Доказано Что Фитопланктон Это Главный Производитель Кислорода Кислорода На земле А также Удаляют Из атмосферы Лишний Узлекислый Газ И продукты Горения Микроорганизмы Широко Используются Для очистки Бумажных Фабрик Также Недавно Открытая Японскими Учеными Бактерия Доказала Свою способность Пожирать Пластик Как вы знаете Из этого Пластика Делается Основное Количество Наших Бутылок Всяких Разных Емкостях Отдельную Лекцию Можно Посвятить Очистке Восточных Вод и Питьевой Воды Тема Конечно Неприятная Но Дело Это Крайне Необходимое И Могу Заверить Прибыльное Ведь На Разработку И Реализацию Водоочистных Мактериальных Фильтров И Биопрепаратов Во всем Мире Но Помимо всего Вышеперечисленного Микробиология Открывает Большие Перспективы Для Молодых Ученых За последние пять лет Было Объявлено Множество Идей Направленных На спасение нашей планеты От нашего же Пагубного на нее Воздействия Например Группа ученых Занимается Разработкой Микроорганизмов Которые Будут Способны Поглощать Лишний Углерод Из атмосферы Который Является Причиной Возникновения Парникового Эффекта Также Другие Ученые Микробное Сообщество Для Повышения Безопасности Глубоководных Ядерных Отходов По Прогнозам Аналитиков В будущем Крайне Востребованной Профессия Архитектор Живых Систем Это Специалист По Созданию И Проектированию Технологии Изучать Генетически Макро И Микроорганизмов Такой Профессионал Будет Высчитать Необходимую Мощность Биореакторов Он Разработает Проекты Городских Ферм Он Тщательно Продумывает Систему Переработки Мусора Но Если Тема С С Автономными Городами Звучит Довольно Фантастично Для наших Усей То Такие вещи Как Биодома Или Биосинтетическая Мебель Становится Все Все Более Реаль Мебель Содержащая В себе Сине-зеленую Воду Спирулину Поможет нам Обогатить Наш дом Кислородом А также Созреть тепло Разработанные Английскими Испанскими Учеными Специальные Кирпичи Могут Черпать ресурсы Из Сточных Вод Солнечной Энергией Или воды Такие дома Это Образование Получается Как Стена Биореакта Каждый Кирпичик Заполнен Прогнозируемыми Синтетическими Синтетическими Микроорганизмами Которые Способны Чувствовать Изменения В окружающей Среде И реагировать Они С помощью Специальных Механизмов В цифровом Управлении В 2014 Лондонская Группа Биохакеров объявила Про свой Новый Проект 3D Принтер Джуси Принт Который Работает На бактериальной Целлюлозе Такая Целлюлоза Имеет Высокую Биосовместимость С человеческой Клеткой И она Может быть Использована Для создания Тканей Которые Впоследствии Станут основой Для создания Новых Или Регенерации Больных органов Ученые Из штата Мэриленд Уже Осваивают Возможность Варить Биотопливо Как пиво Используют Они для этого Этанолтолерантные Микроорганизмы А также Крузные стебли По последним Данам Они даже Получили Патент Микроорганизмы Также могут стать Новым источником Энергии Что доказывает Разработки Солнечных батарей А также Обычных батареек На их основе Кроме того Микроорганизмы Могут стать Альтернативным источником Электроэнергии Для космических Исследований Ну и раз уж Речь Зашла о космосе То еще добавлю Что Одной из Новых целей Управления Перспективными Исследовательскими Проектами Министерства обороны США Коротко Дарпа Стало Создание Генетически Модифицированных Организмов Которыми Будет впоследствии Заселен Марс Вот мы можем Видеть Как Предположительно Марс Будет выглядеть После заселения Микроорганизмов Все эти Примеры Которые Я только что Говорила Это Примеры Тех целей И задач Современной Микробиологии Которые Могут быть Реализованы В ближайшем С вами Что ж Я надеюсь Что мне удалось Убедить вас Что микробиология Это Необычно Интересно Многогранно И перспективно Это Целый дивный мир Вокруг нас Который Мы безустанно Пытаемся понять И обуздать Главное Помните Наука Это не рутина Не просто зубрежка Наука Это прежде всего Творчество Минципалит фантазии Спасибо за внимание Насколько Ну допустим Есть золотая шахта И сколько Породы могут Добывать Эти бактерии В шахтах Сложно сказать Даже приблизительные Цифры Потому что Все зависит от шахты Какая она Окей Тогда по другому Насколько это эффективно По сравнению С обычными методами Пока шахта Еще дает Какой-то материал Скажем так Это либо Так же эффективно Как традиционный метод Добывания Либо даже более эффективно Потому что Можно добыть то Что человек Как я уже говорила Мог оставить Не выкопать То есть Получается Что это даже Выгоднее Прибыль Вопрос Его надо обработать Некоторые породы Обогащаются А бактерии Все это Гораздо Быстрее делают Они позволяют Экономить время Наши Как это происходит Бактерии Поиграет металл А потом Каким образом Эти бактерии Снабирают Или как Есть разные Вариации Как они могут Добывать Например Если мы возьмем Цинк Медь То есть Такое Скажем так Более попроще Да Они могут Окислять Или Происходят Такие химические процессы Что Эти Металлы Они Переходят В соединения И потом Эти соединения Можно Добывать Если мы говорим Про уран То Тут уже так не получится И Бактерии Просто Грубо говоря Разъедают Все вокруг урана Уран остается И уран собирают Точно так же Приблизительно Происходит с золотом И с золотом Гаранто сложнее Химические процессы О которых можно Очень долго Рассказывать Если хотите Я могу Рассказать Еще вопросы? Спасибо большое Спасибо вам Аплодисменты 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 И Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Аплодисменты Продолжение следует...